Так, ну вот наш маринадик здесь, вот она, так, отвори потихоньку калитку, вот так, отворил потихоньку калитку, заходите, дорогой дорогий Лихович, ну и ты заходи. Так, у меня здесь, в общем-то, два гриля, один побольше, кто знает, да, я его не стал дома купать, потому что здесь целая ванна, запихаю, куда он денется, не пил мысловки, окей, тут много воды, дождевая, чистая, то есть, вот маленькие здесь мы сейчас будем грилить, и вон там здоровые, но здоровые только тогда, когда приезжают гости, допустим, да, там вот дрова, здесь гриль, начнем, ну и вот уже костерчик, но весело горит, останется подправлять ему, поддавать ему туда питание, с новыми сучками, ветками, и дождаться углей, вот там уже, да, шашлыков недалеко. Так, теперь подкинем немножко угольков, вместе с мешком сожгем, ну там оставалось немного, и все, сейчас прогорит немножко, и можно начинать. Так, поддадим немного жару, и смотреть, что у нас будет получаться. Собакин уже увлекся рядом, чтобы не пропустить, не дай бог, кусочек может дадут, 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 и вся сторона уже хорошо подготовилась, ну не совсем еще, но нормально, это лежит на готове. Так, ждёмся. Так, ну первый кусочек готов, сейчас мы его попробуем. Попробуем. Вот нож. Так. Очень даже. Кстати, маринад. Хорошо прошел внутрь. И. Вкусно, ребята? Вкусно. Не буду вас больше дразнить. Отключу камеру. Ну, остальные дожарятся. Я их доем. И пойдем еще чем-нибудь займемся. Так, грибы мы замочили. Теперь мне надо раздобыть этих листочков смородины. Они находятся вот здесь. С той стороны, как раз, никто видеть не будет. В общем-то, никакого уголовного здесь нет преступления. Как бы смородина давно подсвела, да? Мне нужны просто листья. Вот они они. Смородишные листья. Мы их сейчас и наберем. Много нам не надо. Вот на баночку нам этого вполне хватит. Так. Теперь пойдем за укропом. Ну, с задними дворами пойдем. Я надеюсь, что мы еще здесь поскочим. Уже довольно-таки подотопило. Ну, здесь железные эти. Поэтому не боимся, идем. Здесь какие-то интересные грибы, ребята. Ага. Что-то съедобное. Это мы набрали тут с вами. Прямо вот рядом с этим маленьким у нас озером. Вот это вы вспомните. У меня там есть любимое место, где я сижу и рыбок кормлю. Но сегодня не до рыбок. Сегодня мы пойдем смотреть. Еще, может быть, попадутся нам грибочки. Вот. Буду больше, чем уверен. Ну, нет, значит нет. Хватит нам пожарить. А вот, кстати. Вон они, их полно здесь. Ну, вот, набрали. Течет ручей. Пойдемте теперь возьмем укропы, если он там есть. Сейчас посмотрим. Вот вам озерко с этой стороны. Он небольшой. То, где находится дача, она гораздо побольше. Кто-то плавает. Я не пойму, кто это плавает. Если я ближе подойду, она уйдет на дно. В общем, очевидно, это лохнесское чудовище. Вот так оно и снимает его. Одно горбятину. Как же тебя узнать, кто ты? Не боится. Ух ты, плеснулась. Наверное, большая рыба была. Так, пошли. А укроп, ребята, вот он. Он, не его не достать. Раньше он рос прямо вот здесь, возле забора. Да, он какой-то весь уже порепанный. Не достаю. Но все время тут они облетели все, ерундальцы. Ладно. Посмотрим. Может быть, семечко купим укропные. Нет, в интернете закажу. На будущее. Все, тогда у нас смородинный лист есть. И грибы. До вечера. Хорошо. Ну, на вечер у меня работа имеется. То есть, вот у меня грибы. И солить, и жарить. А сейчас я вот прилягу. И, вы видите, у меня таблет висит прямо передо мной. Мне даже не надо его... Так, лошадка не моя, чтобы знали. Его в руках держать. Я включаю, слушаю сказки, фантастику. И потихоньку засыпаю. Ну, а после того, как я поспал с часок полтора, я переодеваю свою байкерскую одежду. Собираю на стол, чтобы Бог послал. Перед компьютером прям. А Бог послал сегодня. Это еще осталось после гриля. Картошечки, малосольные огурчики и салат. Так, включим сейчас чат-рулетку. Ну, во-первых, что такое чат-рулетка? Чат-рулетка, это действительно рулетка. Хотя ты указываешь здесь страну, которая тебя интересует. Вот написано Россия, да? Пол свой. Но это не факт. Могут забивать тут и Таиланд, и, я не знаю, Германия. Германия чаще всего, потому что сам как бы из Германии. Не думаешь, что это тебе интересно с ними разговаривать. Мне в жизни с ними не интересно разговаривать. Почему мне здесь будет интересно? Я их всегда переключаю. Девушки у них очень подлинненькие. Они говорят, вот они так, видеть, и тут же тебя втихушечку блокируют. И поэтому я долго здесь не задерживаюсь. Если я их быстро не успеваю переключать, то они быстрее меня. Молодые, конечно, быстрее пальчиком щелкают. Очень много малолеток, которыми тоже неинтересно. Особенно достает эта мелкая шкалота, которая кричит, Эхай Гитлер, Хэнди Хох или еще что-нибудь. Ну, где-то на сто попыток парочка попадают с интересными молодыми людьми. Я не люблю разговаривать с собственным возрастом. По нескольким причинам не хочу их указывать. Больше меня интересуют молодые люди, как они живут. Молодые девушки, с ними приятно общаться. Если в глазах видно интеллект, то на всякие темы можно поговорить. Таким образом, я здесь просто как бы развлекаюсь. На оскорбления я практически не отвечаю. У меня всегда кнопка под рукой остаться стоп или пролистать. Вот я сейчас нажму старт. И есть кнопка далее. Можно переключать. Вот я вас, я сразу переключу. И ты ходишь по этой чат-рулетке. Тебе попадаются разные люди. Вот сидит с какой-то штукольце, тоже странный человек. Обычно такие не задерживаются. У людей, которых маструбируют. Понимаете? Вот такие есть. Да, вот такие из Америки есть люди. Вот. То есть видно. Иногда бывает очень интересно. Иногда бывает очень смешно. Иногда бывает грустно, глядя на ту распущенность и деградацию молодежи. Вот. Ну, я говорю, оно стоит того. Это, в общем-то, действительно рулетка. Попал, не попал. И когда попадается хороший человек, остаются очень хорошие впечатления вечером. Будет очень интересно поделиться разными мыслями. Ну, в общем, вот так я как бы развлекаюсь по вечерам. Недолго. Час-два и мне достаточно. Поэтому вот на этом мой день заканчивается. Я ложусь спать, включая очередную сказку фантастическую. И мирно засыпаю до следующего дня. Понятно, да? Ну, вот, дорогие друзья, вот в такой тоске и печали проходят мои дни. Вот вам ответ на вопросы, часто которые мне задают. Не скучно ли мне? Что я там делаю? Теперь вы полностью можете посмотреть. То есть это у меня с вариациями, да? Если я захочу, я пойду, допустим, купаться я пойду с собакой. Хотя он не любит. Или еще что-то придумаю. То есть я свободен, потому что каждое утро у меня начинается с того, что я сам себя спрашиваю. Ну, что ты хочешь, мой дорогой? И я собираюсь с мыслям, говорю, вот сегодня вот это. Ну, в принципе, у меня дни проходят интересно. У меня всегда хорошее настроение. Я здоров, счастлив, чего и вам желаю, дорогие мои. Хорошо? Ну, а на этом я действительно заканчиваю. Там шкварчит, это грибы, которые я с картошечкой потом еще добавлю. А грузди я замочил и завтра буду солить, потому что оказалось укропа нет, горошка, перца нет. Как бы без этого я не хочу. Поэтому завтра закуплю и с ними ничего не будет. И вот у меня первая банка соленых груздей. Ну, на этом я с вами, конечно, прощаюсь. Всего вам доброго, дорогие друзья. Пока.